Ну, поскольку у нас первый препарат из серии Nutrition, да, Siberian Super Natural Nutrition, то есть это новые наши препараты, их ровно четыре пока, вот сейчас мы получили Stress Relief или Anti-Stress по-другому. Кто-то говорит Stress Relief, неважно. Важно, что этот препарат инновационный, он имеет уже очень много отзывов, и я сегодня бы хотела несколько слов о нём сказать. Ну, прежде чем начать говорить об этом препарате, давайте мы с вами немножко разберёмся, что же такое Stress, и потом разберёмся, как работает этот препарат. Стресс – это состояние повышенного напряжения на воздействие неблагоприятных факторов. То есть у организма сразу реакция на воздействие. Это могут быть физические факторы, психические факторы, холод, голод и так далее, неважно. Впервые стресс описал канадский учёный Ганс Селье. И он написал, что стресс – это не специфический ответ организма на любое требование. И каким бы стресс ни был, хорошим или плохим, да, потому что, например, у вас юбилей, вас хвалят, хвалят, это... Ксюш, дай воды. Это очень хороший стресс, да. Всё равно организм реагирует одинаковыми реакциями. Вот. И стресс делится на несколько стадий. Это тревога, когда... Спасибо. Я не знаю, почему подавилась. Спасибо. Это тревога, когда идёт мобилизация организма при возможной какой-то опасности. Затем сопротивляемость организма, сопротивление. То есть выработка каких-то специфических веществ. И если ресурсов не хватает у организма отреагировать на стресс, то тогда идёт стадия истощения. Вообще любой вид стресса делится, он относится либо к одной, либо к другой группе. Первая группа называется L-стресс. И это когда положительные эмоции, когда средняя степень выраженности организма, когда сопротивляемость, когда организм сопротивляется и выходит из стресса, и после этого становится ещё сильнее. Ну вот какой пример простой можно привести? Ну, например, вот поскольку в основном наша команда работает... Ну, одним из, как это сказать, одним из условий работы в нашем бизнесе для того, чтобы добиться успеха, люди должны выходить на сцену. Понимаете? Есть такое выражение – все деньги лежат на сцене. Вот. И выход на сцену относится... Некоторые люди так боятся, для них это такой стресс. Стресс – это относится к десяти смертельным страхам. Представляете? И вот когда человек первый раз, переборов свой страх, испытая неимоверный стресс, вышел на сцену, проговорил что-то, может быть, спотыкался, может быть, заикался, в следующий раз чуть-чуть лучше и так далее, и потом он выходит победителем, понимаете? Он уже выходит, а его за ноги со сцены не стащишь. То есть вот это вот эль-стресс, да, когда человек после испытанного нескольких стрессов становится сильнее. А вот дистресс – это когда стресс неимоверной силы, и самое страшное, когда он очень длительно влияет на организм, который подрывает ресурсы организма, и он может привести к самым разным болезням и даже к смерти. При дистрессе может образоваться аллергия, кожные заболевания, гипертония, диабет. Ну, понимаете, у нас в организме три системы – нервная, иммунная, и нервная, иммунная, эндокринная, очень связаны между собой. И вот когда нервная система не справляется с стрессом, тогда резко, например, падает иммунитет. Понимаете? А снижение иммунитета может давать состояние вплоть до онкологических. Вот как опасен стресс. Он очень опасен. И с ним нужно бороться. И поскольку у организма при дистрессе особенно ресурсы истощаются, то нужны какие-то методы борьбы. Кстати, ресурс истощается ещё и когда организм загрязняется. Поэтому очистка организма остаётся на постоянный момент. Мы постоянно об этом должны думать. Вот. Итак, нервные клетки, нервная система управляет стрессом, но нервные клетки сами по себе не существует. Они управляются определёнными биологическими веществами, которые носят название нейромедиаторы. Вот. Именно выделяя определённые химические вещества, наша нервная система работает. Вот. Ну, например, на какую-то стрессовую ситуацию идёт выброс адреналина и норадреналина. Вот. Это ответ, да, на стресс. Выброс адреналина. Но у природы всё уравновешенно. Наступает момент, что после возбуждения наступает стадия успокоения и начинают работать успокаивающие нейромедиаторы. Вот. Понимаете? Сначала идёт выброс стрессовых нейромедиаторов, потом успокаивающих. Самый простой пример, самый простой пример – это американские горки. Кто катался на американских горках, когда вас поднимают ввысь, потом резко вы летите вниз, у вас, вы начинаете кричать, сжиматься, у вас резкий выброс адреналина, да. Потом раз, эта штучка, на которой вы сидите, остановилась или медленно пошла наверх, вы успокоились. То есть, сначала, это получается качели, да. Восприятие стресса и возможность выхода из стресса. Опять, восприятие, возбуждение и успокоение. Возбуждающие нейромедиаторы работают, затем обязательно успокаивающие нейромедиаторы работают. Всегда всплеск одних даёт затем выработку других. Вот если всё в норме в организме, если всех веществ, из которых синтезируются нейромедиаторы, достаточно, то любой человек может адаптироваться к стрессу. Откуда же берутся эти нейромедиаторы или их предшественники? Ответ простой. Они берутся из пищи. Только из пищи. Ну, например, вот давайте поговорим о таком универсальном антистресс-компоненте, магний, который мы очень любим, о котором много говорится, который многим людям помогает. И сейчас мы все, наверное, ну, я, по крайней мере, каждый день с утра начинаю магний пить. Некоторые, я вот повторюсь, некоторые говорят, надо пить на ночь. Ночью спать надо. Стресс-то весь день у нас, не ночью. Поэтому нужно пить с утра магний, чтобы на любую стрессовую ситуацию был правильный ответ. Ну и вот, смотрите, мы сказали, что магний берется, откуда поступает в организм? С пищей. Давайте разберемся, где больше всего содержится магния. Сейчас некоторые обрадуются, потому что, когда я читала эту информацию, я очень обрадовалась. Больше всего магния содержится в ореховых и семенах. Ну, например, в 100 граммах кунжутного семени содержится 540 миллиграмм магния. Это 135%. А теперь, внимание, в 100 граммах семечек или семенах подсолнечника, как правильно сказать, в наших любимых семечках, в 100 граммах содержится 317 миллиграмм магния. 79% от суточной нормы. Вы знаете, я не знаю, подсознательно или нет, но как только мы вступили в карантин, мне все время хочется погрызть семечки. Я каждый день их понемножку грызу. Вчера я, позавчера, когда я эту информацию вычитала, я прям очень обрадовалась. В арахисе много магния, например, в 182 миллиграмма. Это 46%. Ну, а теперь поговорим о таком моменте, что в составе пищи должно быть не только адекватное количество магния, но еще и обязательно адекватное количество кальция. Потому что кальций – возбуждающий минерал, магний – расслабляющий минерал. Кальций как бы готовит органы и системы к действию возбуждающих факторов. Поэтому дисбаланс, если, например, магния не хватает, наблюдается дисбаланс, и тогда, например, выброс наурадреналина и адреналина произойдет, а расслабления нет. То есть магния не хватает, сосуды не расширились, расслабления нет, снотворного эффекта нет. Понимаете? То есть восстановления после стресса нет. А если магния с пищей поступает достаточно, кстати, я хочу вас обрадовать, магния много в яйцах, в мясе, в печени. Нет-нет-нет, простите, я неправильно говорю. Извините, пардон. Магния, я правильно сказала про магния. В семенах и в семечках, да? Где? Вот. В общем, я спуталась на себя. Всё. Пришла в себя. Смотрите. Если с пищей магния поступает достаточно, то организм готов к восстановлению после стрессорной реакции. есть ли магния достаточно. Иногда к стрессу может привести банальная бессонница. Но самое-то интересное то, что если человек спит, если у него полноценный сон, то во время сна идёт восстановление очень многих восстанавливающих нейромедиаторов. Так вот, в нашем новом препарате, который называется стресс-релив, содержится органический магний. Только он содержится в самой легко усвояемой форме. Хилатный магний без глицинат. Или по-другому просто без глицинат магния. Вы, наверное, уже поняли, что в данном случае магний связан с аминокислотой глицин. Эта составляющая даёт очень быстрое восстановление после стресса. Даёт полноценный сон. Даёт стабилизацию артериального давления. Вот. Легко усваивается без глицинат магния. Ну, многие, наверное, слышали и кто-то пробовал, кто-то пил. Я никогда не пила, я просто знаю, что некоторые мои знакомые любят покупать в аптеке глицин. Они говорят, что глицин их успокаивает. Да, действительно, глицин это аминокислота, это нейромедиатор успокаивающего действия. Причём он влияет как на центральную нервную систему, так и на периферическую нервную систему. Успокаивает, восстанавливает, релаксирует и так далее. Чем больше глицина в пище, да, тем легче происходит восстановление. Вот теперь мы дошли. И я хотела сказать про глицин, что глицина много содержится в яйцах, в мясе, в печени, но опять-таки в орехах, в семечках, в фисташках. Вот это о безглицинате магния. Теперь следующая составляющая. поговорим о позитиве и поговорим о хорошем настроении. Для нормального состояния нервной системы, для того, чтобы у нас было нормальное настроение, правильное отношение к жизни, позитивное состояние, в нашем организме должен в достаточном количестве вырабатываться гормон под названием серотонин. серотонин или гормон позитива и радости. Но давайте сначала мы поговорим знаете о чем? Прекрасно, если в нашем организме этот гормон вырабатывается, но прежде всего мы должны на сознательном уровне, на сознательном уровне, еще раз повторю, вырабатывать позитивное отношение к жизни. Сознательная часть очень важна. Не надо только надеяться на какие-то препараты, надо еще поработать мозгом, надо определить для себя в этой, вот, например, допустим, мы сейчас в карантине, у всех хронический стресс, нужно найти позитивные моменты. Всегда из самого плохого даже можно найти хорошее. Вот говорят же, не было бы счастья, несчастье помогло. Поэтому сознательный позитивный момент играет важную роль. Но если химии мало, если того же магния не хватает, или если предшественников серотонина не хватает, то есть химической части мало, то позитивным быть очень трудно. Серотонин помогает нам выйти из стрессорной ситуации. Он синтезируется в организме из предшественников, главный предшественник, из которого синтезируется серотонин, называется гидрокситриптофан. Вот этот самый гидрокситриптофан, его получают из экстракта очень интересной травы, растения, которые называются грифония. Грифония произрастает только лишь в западной и центральной части Африки. Больше нигде на земном шаре грифония не встречается. Африканские целители грифонию используют очень широко в своей практике уже многие столетия. Чем же характерна грифония? Вы знаете, грифония обеспечивает устойчивость к перегрузкам. И грифония она не только снимает стресс, не только вызывает спокойное отношение к перегрузкам, а не только она еще и там африканцы применяют ее при анемии, при авитаминозах и грифония еще и работает как афродизиак. Так вот из этой самой из экстракта грифонии мы получаем тот самый гормон удовольствия серотонин. Следующий компонент я думаю очень понравится многим, потому что мы с вами живем в Узбекистане, где традиционно все пьем зеленый чай. И зеленый чай имеет очень прямое отношение к нашему препарату новому, потому что компонент эльтианин он как раз добывается из листьев зеленого чая. В составе экстракта зеленого чая эльтианин оказывает расслабляющее действие, блокирует процессы возбуждения в нервной системе. Крепко заваренный зеленый чай очень и очень полезен. Потому что дело в том, что этот эльтианин по своей структуре напоминает аминокислоту глутамин. Но самое интересное, глутамин в центральной нервной системе работает как возбудитель. Но когда поступает достаточное количество эльтианина в организм, то этот эльтианин соединяется с рецепторами глютамина и блокирует возбуждение. Понимаете? То есть эльтианин можно сказать делает глютамин, который в общем-то действует на нас возбуждающий. Он лишает его силы и функции этой. То есть эльтианин нам очень нужен, потому что он снимает лишнюю возбудимость. Лишнюю возбудимость. Нужно сказать, что есть препараты тот же глицин, тот же магний, тот же эльтианин, который отдельно продается в аптеках. Мы это делаем, действие вот этих всех препаратов одним аккордом. То есть комплексное действие и плюс адекватные дозировки. Если вы будете рассматривать коробочку с этим препаратом и посмотрите состав, то во все эти составляющие этого уникального препарата, они находятся в дозировках 75-100% от рекомендованных доз. Но мы же сказали, что этот препарат инновационный. А раз инновационный, значит он должен содержать что-то такое уникальное, которое пока не встречается ни у нас, ни у других компаний. что же это такое? Это гидролизат лактопротеина с фирменным названием лактиум. Вот этот лактиум разработали французские ученые, которые обратили внимание на то, что когда ребенок пососет маму, он очень быстро засыпает и спокойно спит. И тогда пришли к выводу, что значит в женском молоке есть какое-то такое составляющее, которое дает расслабление, спокойствие, крепкий сон. И вот они обнаружили в женском молоке действующее вещество, которое называется альфа-каза-сепин. Это французская компания Ингредиа. Вот она дает гидролизат лактопротеина, да, где и действующее начало, альфа-каза-сепин. Вот альфа-каза-сепин имеет ключевое значение для полноценного функционерной нервной системы и для полноценного сна. Вот. Как же он работает? Как он работает? Он связывает с рецепторами гамма-аминомасляной кислоты. Гамма-аминомасляная кислота это мощный расслабляющий нейромедиатор. мощнейший, известный давно. Так вот, альфа-казаза-зепин симулирует действие гамма-аминомасляной кислоты. То есть релаксирует, успокаивает и дает снотворные действия. Вот смотрите, в 70-х годах фармпромышленность разработала группу транквилизаторов, которые тоже действовали через систему гамма-аминомасляной кислоты. Но это была химия, которая давала мгновенный снотворный эффект, но очень прерывистый сон и самое главное, он был неполноценный. Мозг не отдыхал, человек не высыпался. Сейчас практически эти препараты не производят и мало используются. Почему? Потому что там химия и это чужеродное вещество, и организм отторгает чужеродное вещество. В настоящее время из-за неэффективности он не употребляется. Так вот, значит, это как раз универсальная альфа-казазепин, это новое, это то, что пока еще мы с этим не встречались. Но в этом препарате есть не только новые составляющие, но есть и старые народные средства. То есть это травы, это экстракт валерьяны, пассифлоры, зверобоя. Все они стандартизированы по действующим веществам и они значит производятся знаменитой немецкой компанией Финзельберг. Именно они являются специалистами по созданию вот этих вот травяных экстрактов. Экстракт валерьяны тоже действует на систему, на нервную систему точно так же, как система гамма-аминомасляной кислоты. Но просто эффект меньше. Просто это трава, но зато очень сбалансированный. И когда все травы вместе работают, то лучше работает система гамма-аминомасляной кислоты. Вот. При употреблении этого продукта идет восстановление активного, после активного или же длительного стресса. Вот, наверное, нужно подумать о том, что нам этот продукт сейчас очень нужен. В любом случае мы испытываем стресс. Вот, например, сегодня я, конечно, старалась позитивно относиться, но наш Самаркан зашел в красную зону и опять ездить на своих автомобилях даже вечернее время нельзя. Вот, человек думает, что делать, но поскольку у меня достаточно ресурсов, я не впадаю в панику, я просто соображаю, как сейчас изменить свою работу, чтобы не останавливаться. Вот. Значит, нужно серьезно решать. Вы хотите решить проблему сейчас, или вы хотите получить временный эффект, валерьянку попить, ну, магний попить неплохо. Вот. Но выбор этого препарата будет у тех, кто обязательно выработает сознательное отношение к стрессу, а затем плюс химическую часть. Вот. Поэтому комплексный подход к управлению стрессом 100% натуральными препаратами, которые, сырье от которых получат, получено от мировых производителей. Вот. Стресс-релив, он сейчас для нас. Да, цена, конечно... Какая цена была? Я забыла. Сейчас я скажу. Цена немножко кусачая. Цена немножко кусачая. Сейчас Ксюша скажет. Что-то я не записала, не знаю почему. цена кусачая, но у нас есть с вами 25%. 25% и это, наверное, что-то дозначит. Это денежки. когда надо, никогда не открывается. Это понятно. Это все понятно. Ну, жалко, что я вас не слышу. Кто-то из вас, наверное, уже давно назвал цену. 678 тысяч. Там сколько капсул? 20 пакетов по 2 таблетки и 3 капсулы. 20 пакетов по 2 таблетки и 3 капсулы. 678 тысяч. Ну, отнимем где-то 170, получится 500 тысяч. Я думаю, что потратить полтора миллиона и купить 3 коробки стресс-релифа и пропить его в течение 2 месяцев, потому что там по 20 упаковочек, может быть, стоит дорого, но вы же не забыли о том, что я сказала, что стресс может привести к различным серьезным заболеваниям. И подумайте о тех людях, которые, может быть, сейчас испытывают очень большой стресс. Расскажите им об этом. Потому что мы сейчас потратим полтора миллиона и восстановим свою нервную систему. Или же мы на этом хроническом стрессе заработаем какое-то заболевание, а вы знаете, сколько стоит лежать в больнице или тем более в реанимации. Так что надо очень хорошо подумать. А теперь мы будем говорить о следующем препарате, который называется 3D-куб. 3D-куб. Как он открывается? Сейчас нам Ксюша его откроет. Это смарт-комплекс направленного действия, защита, укрепление и тонизирование. Все кубы работают в таком 3D-эффекте защита, укрепление, тонизирование. И здесь используется эффект синергии. То есть это эффект, когда составляющие части усиливают друг друга. Усиление составляющих частей. Ну, мы с вами уже говорили о заболеваниях суставов. Мы говорили о том, что после 40 лет спасибо, Ксюша. После 40 лет 50% населения земного шара страдает суставными заболеваниями. Ну, а уж после 70 там вообще очень много. Вот такая вот коробка. О! Вот. Серенькая, внутри голубенькая. и здесь посмотрите, она такая тяжелая. Тут вот такие саше пакетики, где находятся раз, два, три, четыре капсулы и две таблетки. Четыре капсулы и две таблетки. Классно. Вот 512 тысяч. Ну, считайте 403 тысячи со скидкой. Недорого. Недорого. Но я сразу забегаю вперед, скажу. Если у вас есть проблемы с суставами, то надо пропить две коробки 3D куб. 3 как это? 3D флекс. 3D флекс куб. И затем в течение четырех месяцев пить хондриатинсульфат глюкозамин. Вот тогда ваши суставные дела, а потом опять 3D, ваши суставные дела вас отпустят. вам будет легче. Кстати, я читала отзывы по 3D кубу. Женщина пишет, что у нее артроз третьей стадии и варикозное расширение вен четвертой стадии. Не знаю, как там ставили эти стадии. ей. Она ездила на наше мероприятие в Сочи и ездила в Турцию. И она говорит, что практически была большая нагрузка на ноги, но она не ощутила вообще никаких отрицательных моментов. То есть она забыла вообще о своей болезни, потому что до этого она в течение двух или трех месяцев пропила вот этот препарат 3D флекс куб. Ну, давайте немножко тогда вспомним, если у нас есть время, немножко вспомним о как построены суставы, чтобы потом вы поняли, почему такие составляющие части. Ну, каждый сустав в нашем организме образован суставными поверхностями костей. И каждая, значит, эта поверхность покрыта прочной, очень эластичной хрящевой тканью. Потом это идет упаковка в суставную сумку. Полость суставной сумки внутри заполнена внутри суставной жидкостью, или еще ее называют синавиальной жидкостью. И вот это обеспечивается гладкое скольжение суставных поверхностей и смягчает удары. Крепится суставы с помощью друг к другу, с прочными связками. Суставной хрящ есть одна тонкость, о которой вы всегда должны помнить. Суставной хрящ не имеет связи с кровеносной системой. То есть, если наша кровеносная система доходит до каждой клеточки нашего организма, суставной хрящ не кровоснабжается. Он получает питательные вещества из синавиальной жидкости. Понятно, что он получает эти вещества, если они там есть. Поэтому мы должны заботиться о суставах. Это первое. Второе. Хрящевая ткань будет получать питательные вещества из синавиальной жидкости в том случае, если мы обеспечим подвижность. То есть, сидеть и ныть, что болят суставы, это не дело. Нужно двигаться, но по мере возможности. Но суставы любят движение. Но если на сустав будет оказана нагрузка, на которую не был рассчитан сустав, то происходят различные микротравмы в хрящевой ткани. И тогда питание начинает нарушаться. И вот тогда сустав начинает испытывать различный дефицит питательных веществ, минералов, микроэлементов, кислорода и так далее. И начинает быстро стареть, он теряет эластичность, становится рыхлым, уязвимым для последующих травм и так далее. сначала похрустывает, потом неприятные ощущения, потом начинаются боли и так далее. Так вот, что будет делать с нашими суставами этот препарат 3D FlexCube. Первое. Защита хрящевой ткани. Глюкозамин, хондриатин, сульфат и витамин Е, они защищают суставы и предотвращают изнашивание. Поэтому это особенно касается еще спортсменов и тех людей, которые работают на тяжелой работе, которые носят тяжести. Вот у них очень быстро изнашивание происходит. Второе. Поддержка суставов. Масло барага амаранта в сочетании с витамином D и омега-3 кислотами обладает противовоспалительной активностью и обеспечивает легкость движений. Третий момент это гибкость и выносливость. То есть ультраконцентрат омега-3, которого там больше грамма, он дает в комплексе с хондропротекторами очень хорошо поддерживает связочный аппарат суставов. Связочный аппарат суставов. Ну давайте мы с вами знаете о чем поговорим. Вот я коротко дала, да? А теперь давайте более расширенно. И мы будем смотреть на этот препарат не только как на выход из положения при суставных процессах, а мы будем более широко смотреть на него. Давайте. Вот глюкозамин и хондриотинсульфат. Что они делают? Они снижают активность ферментов повреждающих хрящ. К сожалению организм такие ферменты вырабатывает. Второе. Глюкозамин и хондриотин способствуют усвоению кальция костями. То есть то, что когда мы пьем кальций это еще не значит что все они пошли и в костях находятся. Поэтому у кого остеопороз видите уже не артрит и не артроз. Остеопороз обязательно этот препарат надо пить. Плюс кальций потому что хондриотинсульфат глюкозамин помогают усваиваться кальцию костями. Третье. Нормализация выработка внутрисуставной жидкости и плюс ее нормальное состояние. Вы же помните что именно через внутрисуставную жидкость идет питание хряща который нам нужен для движения. Кроме того идет активизация синтеза гиалуроновой кислоты. Теперь поговорим о барага амаранте и витаминах Е и Д. Масло барага амаранта улучшает обменные процессы в костной и хрящевой ткани. Повышает толерантность к физическим нагрузкам. Что делает барага? Барага обладает выраженным противовоспалительным действием. Как? Барага является или масло бурачника является предшественником гамма-линоленовой кислоты. А из гамма-линоленовой кислоты образуется гормоноподобное вещество простагландин Е2, которое обладает мощнейшим противовоспалительным действием. Это как бы вырабатываемый в организме аспирин. Понимаете? Все, кто страдает суставными заболеваниями, очень часто используют препараты группы салицилатов. Да, они действительно снимают отечность, снимают боль, облегчают состояние, все, но они же нарушают функцию желудочно-кишечного тракта. То есть, мы лечим одно и калечим другое. в данном случае масло бурачника и после него образованный простагландин Е2, это мощнейший противовоспалительный эффект. Теперь, витамин Е. Мы с вами когда говорили о витаминах, долго я про витамин Е говорила, мы с вами говорили о женской красоте, долго я про витамин Е говорила. Почему? Потому что витамин Е является, во-первых, прежде всего, мощнейший антиоксидант-защитник. Один из самых мощных. Витамин Е встраивается в мембрану клетки и защищает клетку. Теперь, витамин Е называют витамином красоты и витамином плодовитости. А теперь, смотрите, здесь очень высокая концентрация витамина Е. Я сейчас буду говорить о составляющих. Теперь, витамин Д3. Что делает Витамин Д3 в суставе. В суставе он повышает прочность хрящевой ткани и связок. Это понятно. Но витамин Д3 известно, что он обладает противовоспалительным действием тоже. Понимаете, он не только прочность повышает, он еще и действует, когда есть воспалительный процесс. Известно, я повторюсь, о том, что в Европе уже стали лечить большими дозировками витамина Д3 до 2000 международных единиц. Я не знаю, в Узбекистане сколько, в России суточная потребность 250 международных единиц. Вот считайте, до 2000. Почему? Потому что обнаружили мощнейший противовоспалительный эффект. Мощнейший. Вообще это солнечный витамин, который образуется в коже человека под воздействием солнечных лучей. И, наверное, некоторые летом, когда там на пляже, у кого суставы больные, они стараются, чтобы обязательно солнышко попадало и становится легче. Почему? Потому что витамины Д3 много образуются. Теперь поговорим про ультраконцентрат омега-3. Там содержится и ДГК наше известная и докоза гексиальная кислота, и коза пентояновая кислота. Что касается суставов, поддерживает эластичность соединительной ткани, обеспечивает легкость движений, в сочетании с хондропротекторами, глюкозамином и хондриатином, способствует укреплению связочного аппарата суставов. Но это только то, что касается суставов. Но тут же я могу сказать, что усиливает микроциркуляцию, вокруг сустава, внутри не получается, там питания нету сосудами, усиливает микроциркуляцию, повышает эластичность всех сосудов, препятствует тромбообразованию и так далее. Смотрите, когда тот же омега-3 или так тоже масло барага и амаранта попадает в организм, у них же нету путевки, что сейчас этот препарат сегодня и в течение 30 дней будет работать только в суставе. Эти составляющие вот этого препарата уникального, они попадают в организм, они работают на весь организм. Если вы получаете больше одного грамма омега-3, у вас и глаза вдруг становятся лучше, видят, и волосы лучше становятся, и кожа, и сердечные дела уходят на задний план, и свертываемость крови нормализуется, и холестерин уменьшается, и вес снижается. Вы-то купили для суставов, а он-то действует на все. Вы купили для суставов, у вас аллергия, и вдруг там масло барага амаранта, которые выраженным антиаллергическим эффектом обладают. Понимаете? Вот как это работает. И еще я вот хотела сказать одну вещь. Смотрите, глюкозамин, сульфат, и хондриатин, сульфат, это, знаете, там химическое строение какое? Сахар плюс аминокислоты. Сахар плюс аминокислоты. Это глюкозамин, а хондриатин, сульфат, это производная. Вот. Вот теперь смотрите, если мы сейчас будем, вот я получила в подарок вот такой вот коктейль, да, на разовое использование. Если мы это будем пить, то здесь 20, сколько тут грамм? 20 грамм, здесь 20 грамм полноценного белка. Вот вам, пожалуйста, для синтеза глюкозамин, ахондриатин, сульфата, вот вам белок, вот вам аминокислоты. Все взаимосвязано, все абсолютно взаимосвязано. Теперь давайте поговорим про дозировки, да, дозировки здесь очень адекватные, очень адекватные. Смотрите, комплекс 1, да, достань, пожалуйста, Ксюша, комплекс 1, комплекс 1, это 60 капсул по 500 миллиграмм масла барага или бурачника, масла бурачника и масло амаранты. И там же есть витамин D и витамин E. То есть, если здесь 4 капсулы, 2 ушли. Дальше, комплекс 2, еще 2 капсулы по 610 миллиграмм, да, это концентрация полиненасыщенных жирных кислот, это ДГК и коза пентоеновая, причем из глубоководных морских рыб. Вы помните, да, когда мы с вами говорили про омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, там есть 3 источника из водорослей, из рыб и из масла льна, да. Теперь, комплекс 3, 60 таблеток, вот, смотрите, здесь, чуть на ней видно, вот здесь вот 2 таблетки, вот 2, то есть, 2 по 30, да, по 1200 миллиграмм глюкозамин хондриатин и хондриатин сульфата. Вот считайте, если по 1200, это 2,5 грамма, где вы еще найдете такой препарат с хондропротектором? я вам точно говорю, нигде не найдете. Более грамма это концентрат омеги и 1 грамм это бурачник, амарант и витамин Е, вот. Теперь смотрите, процентное соотношение. Гамма-линолевая кислота, это та самая, из которой образуется просто галандин Е2. 194 миллиграмма или 32 процента. Витамин Е знаете какой процент? 560 процентов. О какая! Это защита и кожи, и красоты, всего. Это мощная защита. Витамин Д3 250. Ну, как сказано. Омега-3 кислоты 53 процента о суточной дозировке. 53 процента. Глюкозамин 192, хондриатин сульфат 60. Вот, пожалуйста. Представляете, как здесь всё правильно сделано. Поэтому, когда вы рассматриваете любой наш препарат из Siberian Wellness, вы должны смотреть более широко. Подняться над ним и рассмотреть. И не нужно смотреть вот так вот узко, что я это купил для суставов. Да, ты это купил для суставов, но тебе скажут спасибо. Сердце, мозг, сосуды, зрительный аппарат, кожа. Тебе все скажут спасибо. Понимаете? Поэтому это цена, я не считаю, что это дорого. У меня вообще такое отношение к ценам наших препаратов, что это не цена, это всё бесплатно. Всё бесплатно. поэтому два месяца нужно обязательно. Коробку, вот коробка, кто не видел, вот такая коробка, вот здесь написано 3D Flex. Flex это сокращение. Открою, я закрываю. Ксюша открывает, закрывает. Вот смотрите, если мы купим две коробки 3D Flex Cook, вот тут 60, представляете, тут раз, да, по 6 капсулы таблеток, да, 60. Смотрите, если мы купим вот за двухмесячный курс, это равно 4 упаковки Барага Амарант. 4 упаковки Барага Амарант. 4. Одна упаковка Омега-3 Ультра и одна упаковка глюкозамин хондриатинсульфат Спорт. Вот посчитайте, где будет выигрыш. Но я все равно хочу сказать, мои дорогие, у кого серьезные проблемы с суставами, серьезные проблемы, вы пьете двухмесячный курс 3D Flex, двухмесячный, а потом четыре месяца пьете глюкозамин и хондриатинсульфат. Но не забывайте все равно добавить и омега-3, и кальций, и так далее. И обязательно периодически надо пить вот такие вот белковые коктейли. Это нам очень и очень нужно. Ну, я думаю, что все. Есть вопросы? Сейчас спросим. Вопросы есть? Если есть вопросы, давайте поговорим. Здоровье. в чем? В журнале, да? А саблар? Я пропила этот куб, вообще не знаю, как болят суставы. Это Лола, да, пишет? Да. Лола Расулова. Лола, мы тебя приветствуем. Молодец. Молодец, Лолочка. Коробку мы уже показали. Что еще? Что там на узбекском? Что там? Все, по... мы вас уважаем. Спасибо. Я вас тоже уважаю. Спасибо. А кто еще пил? Кто-нибудь пил? А кто-нибудь купил себе? Напишите. Вот в Узбекистане недавно появилась. Кто-нибудь купил? Вот я купила. При что? Коксоартрозе тоже хорошо, да? Коксоартрозе, конечно, безусловно. Все суставы работают по одинаковой схеме. И коксоартроз, и гоноартроз при любых. Так, Чура, скажите, пожалуйста, про ритмы... Про ритмы здоровья сегодня не наша тема. Мы рассказывали про нее. Но, кто покупает ритмы здоровья, тот не прогадает. Это витаминно-минеральный комплекс, который еще и работает на биоритмы организма. Поэтому берите, пейте, радуйтесь жизни. Ну, у всех хорошие результаты. По ритмам здоровья. Лола, Лола машет. Лолочка, я тебя тоже машу. Я вижу, что ты машешь. Ты далеко, моя дорогая. Мы тебя любим. Все? Вопросов нет? Ждем еще 4 минутки и заканчиваем. А, у нас есть 4 минуты. Спасибо за полезную информацию. Ну, понравилась информация? Вот, во всей моей информации вы это все можете сами почитать. Но, и я вам дала одну очень серьезную вещь. Надо правильно смотреть на наш продукт. 16 километров недавно прошла. Молодежь, что устали, а я могла ходить. Браво. Лола молодец. А что скажете про 3... Что? Бонвеган. Бонвеган. Я флекс пропила, сейчас пью Бонвеган. У нас нет этого. У нас пока в Узбекистане нет Бонвегана, но однозначно это очень хороший препарат с учетом отношения к мясоедству. То есть, наша компания расширила поле деятельности и веганов тоже теперь как бы удовлетворила. я пока пью ЖК, а теперь хочу попробовать. Живые клетки. Обязательно надо. Обязательно. Плюс чай. Эпам. Сейчас пью кальций. Благо. Правильно. Хорошо. Перед употреблением нужно очищение организма. Товарищи, про очищение я практически каждый эфир говорю. Очищаться нужно постоянно. Вот я, знаете, я смотрю вот как бы в переносном смысле ваши глаза, да. И по-честному говорю, вот я кроме истоков чистоты, я каждый день пью лимфосаны. Каждый день. Каждый день. Вот. Моя информация супер. Лола, ты меня сегодня захвалила. Можно, можете, и не понимаю, ров горе, можете, что, что сделать? Напишите еще раз, кто это написал, какое-то слово непонятное. Я хочу попробовать со суставами. Пожалуйста, доступно для заказа. Конечно, заказывайте. Для профилактики можно пить и спортом заказывать? Кани, обязательно. Вот у спортсменов всегда очень повышенная нагрузка на суставы. Пока молодые, они не чувствуют, но после 40-45 лет вы будете жалеть, если сейчас не будете пить хондропротекторы и омегу. Обязательно надо пить. Особенно, когда с нагрузкой какие-то виды спорта. Обязательно. Ну, все, наверное. Все, если вопросов нет, тогда все, закругляемся. До свидания. До свидания.